Наушники OPPO W51. Поддержка проводной и реверсивной зарядки бокса, активное шумоподавление на уровне топов рынка, шикарнейший вид и компактность, нахождение в ушах, чересчур рабочие сенсоры, приближение и минимальная задержка звука в играх и видео. Первый раз я встречаю наушники всего за 50 долларов и только с одним минусом. В этом обзоре я вам покажу то, что другие не показывают, так как я их купил 1 ноября 2021 года, поэтому этот обзор будет самым рентабельным. С вами товары из Поднебесной, поехали мои дорогие. Итак, прежде хочу сказать, их вы можете заказать по минимальной цене со скидкой у меня в группе фейсбуке, ссылочка на мою группу под видео. Там еще много разных товаров и все, кстати, со скидкой. Ссылка, напоминаю, под видео. Комплектация. Здесь просто пушка-бомба-петарда, двумя словами шикардос-шикардесный. Все запаковано и сделано так, как будто наушники стоят не 50, а 200 долларов. Ну тут слова лишние, сами посмотрите. Амбрашуры сделаны из очень классного материала, смотрятся они просто шикарно. Плюс в серединке амбрашур стоят прям шикарнейшие уплотнительные резинки. Пассивный шумодав прям огонь. Есть короткий кабель для быстрой зарядки, кстати, Type-C. Бокс и наушники глянцевые, но перфорированная надпись не дает боксу выскочить с рук. Из-за глянца бокс будет постоянно в отпечатках, постоянно поцарапан, так что, если для вас это важно, покупайте кейс, благо стоит он 1 доллар. Одной рукой его очень тяжело открыть, очень, от слова прям вообще очень. Открывается, как косметичка, неудобно. По-любому нужны две руки, потому что вам потом же их все равно нужно достать, а из-за глянцевой поверхности и минимальном пространстве наушники очень тяжело высунуть сбок. Тем более, если у вас не женские руки и без ногтей. From Factory бокса, в общем, неудобен. Бокс на магнитах сам никогда не откроется, так что не бойтесь, наушники вы не потеряете. Также, если бокс открыт, уши также не вылетят, это очень круто. Подключение супер боестра наушников к телефону за считанные секунды. Чтобы первый раз подключить наушники к любому устройству, зажимаем на физическую кнопку при открытом боксе, когда она засветится белым, можно подключать. После сопряжения уже нажимать ничего не надо. Открываете бокс, достаете наушник, в доле секунды он у вас подключился к телефону. Кстати, чтобы переключать треки и делать все другое с этими наушниками, нужно тапать. Да, на определенной области наушников. В инструкции показана где-то область, но по опыту скажу, срабатывает не с первого, не с второго, а с третьего или четвертого раза. Но это дело привычки. Если точно тапать, допустим, в ухе торчит, нажимаем, тапаем два раза, и чтобы музыка продолжилась, тапаем. Вот. Если точно тапать в определенном месте, такого, думаю, будет, не будет, будет, не будет. В общем, как-то так. Минусы есть везде. Защита бокса от влаги и пыли? Нет. Защита наушников от легкого дождя и пота будет, но под ливень попадать в них не советую. На каждом наушнике целых три микрофона, вы их можете подмочить. Емкость бокса 480 мАч, вам это, конечно, ни о чем не говорит. Хватает на четыре перезарядки наушников по проводу. Бокс заряжается 1 час 20 минут, по воздуху 2.30. Ну, как и везде, здесь есть огромнейший минус. Минус просто здесь очень большой. В общем, то, что здесь большой минус, нечего мне сказать. Минус в самом приложении. Оно очень-очень сырое. Над ним год практически никакой работы не провели. Так что будут ли улучшения, я не думаю. Ну, или если будут, то их ждать лет так пять. Называется это приложение Hey Melody. Лучше его сразу качать из Play Market, а станет на русском, а не по QR-коду на коробке. Ох, на му. Оно, по сути, вам показывает только заряд наушников и бокса. Бокса показывает только тогда, когда наушник хотя бы один в боксе. Что, в принципе, и в телефоне можно посмотреть. Ну, правда, только заряд наушников. И еще помогает настроить тапы. Да, именно тапы. Тут, сенсора нет и физических кнопок на наушников нет. Они реагируют только на три тапа и на два тапа. Все. Это фиаско. Почему? Ох, сейчас будет жестко. Скорее всего, причина в сырости приложения, над которым за год вообще практически не работали. Год, Карл, Опа, Карл. Хотя фирма Опа достаточно серьезная. Крутые телефоны, крутое ПО, но тут что-то пошло не так. Итак, тройным тапом вы можете вызвать только голосовой ассистент, от которого толку особо нет. И все. То есть тройной тап создан только для голосового ассистента. Как для правого, так и для левого наушника. Все. Больше тройным тапом ничего настроить нельзя. Ну почему? Это фиаско, Карл. Опа, Карл. У нас остается только функция двойной тап. И это очень ущербно, так как для левого наушника вы, скорее всего, 100% заходите поставить шумодав. Крутая функция, она обязательно нужна, когда вы пользуетесь двумя наушниками. И все. У вас остается настроить только правый наушник. И только двойной тап. Напоминаю, у нас есть только двойной тап. А из функции нам нужно воспроизвести музыку. Это отдельная функция. Остановить музыку. Переключить трек. Отдельная функция. Вперед отдельная функция. И назад отдельная функция. Три или четыре отдельных функции. Считайте сами. Но мы из этих всех функций можем выбрать только одну. И логично, это только трек следующий. То есть остановить предыдущий, воспроизвести мы не можем. Вы меня сейчас понимаете? В общем, левый наушник шумодав. Правый, ну, логично, следующий трек. Предыдущий мы не настроим. Паузу мы тоже не настроим. В общем, это фиас. Понятно, сценарий, функции каждый может выбирать под себя. Это плюс. Но они программно очень ограничены. Хотелось бы больше свободы. Но ведь ничего же не мешает добавить тапы и для тройного тапа сделать другие функции. Вообще, программно тут все очень печально. Почему? Я не знаю. Но благо один минус. Ну, он просто огромный. Это программно. Сюда же входит еще один минусик, который, опять же, относится к ПО. Все минусы, связанные с ним. Когда вам звонит абонент, вы только можете взять трубку, два раза тапнув по наушнику. И то, только где стоит функция следующей. Потому что, если где у вас стоит функция шумодав, вы взять трубку не можете. Но положить вы можете только после того, как взяли трубку, опять же, двойным тапом. Там смысл. Вы взяли трубку. Вдруг я не хочу брать трубку от этого абонента. А если я взял и положил, мне потом все равно нужно перезванивать, чтобы потом не было драки. Нужно, в общем, приспосабливаться. Думать, подстраивать под себя. Постоянно что-то добавлять. В общем, в итоге ждать. Может быть, исправить. Потому что, если вы там бизнесмен, и у вас два телефона, и вы работаете, и вы хотите, чтобы вам поступала музыка от двух телефонов, то вам нужно, естественно, на каждый наушник поставить функцию следующий. Потому что, если у вас где-то шумодав будет стоять, предыдущий или стоп музыка, у вас будет звонок идти на телефон, а на наушник нет. То есть, на наушник звонок будет идти только когда у вас стоит на наушнике следующий. Опять же, нужно их перестраивать. И вдруг вы хотите музыку послушать с шумодавом, вам нужно все это перестраивать. В общем, про это отдельный ролик у меня на канале. Смотрите, как настроить двое наушников на два разных телефона. Да, насчет минусов. Паузу можно не ставить. В принципе, эта функция не нужна. Когда вы высовываете две наушники, там шикарные сенсоры реагируют на свет, и пауза становится моментальна. Но, если вы на беге или где-то заняты очень сильно, у вас нет рядом кейса, вы ложите ухо в карман. И благодаря тому, что там шикарный сенсор, положив наушник в карман, музыка у вас начнет играть, и вы его не остановите. Чтобы остановить музыку, нужно ложить его там на открытую поверхность. Тогда музыка не продолжит играть. Включаем музыку. Допустим, мы достаем наушник с уха. Музыка сразу выключилась. Вставляем наушник в ухо, то есть закрываем сенсор. Музыка играет. Но если вы на пробежке достаете наушник с уха и ложите его в карман. То есть музыка играет. Вопрос, куда мне, чтобы остановить музыку, ложить наушник? На пробежке или другие есть дела. То есть всегда нужно ложить только так. Если положите его вот так, в темное помещение, то музыка продолжит играть. Просто она на дерево не сильно реагирует. То есть в карман играет. Если у вас, у меня на этом наушнике стоит музыка вперед, на этом шумодав. Если я слушаю музыку, вытаскиваю один наушник, вожу в кейс, закрываю кейс. У меня тут шумодав. Сколько бы я ни клацал, музыка не включится. Потому что здесь шумодав. Если бы тут стояла другая опция, вперед, назад, пауза, то да. Поэтому, когда вы ложите в кейс наушник, чтобы остановить музыку или что-то, либо еще разные сценарии могут быть. Вам нужно думать, какой наушник положить. То есть с шумодавом. Но тогда у нас не будет шумодава. Ложим туда наушник. Ну, в принципе, они не нужны с этим наушником. И тогда только с этим наушником, допустим, ухе торчит, нажимаем, тапаем два раза. Не всегда срабатывает тап. Нужно по определенной области тапать. Видим, сколько раз я уже тапну, а не работает, зараза. И чтобы музыка продолжилась, тапаем. Вот. Нужно думать, какой наушник вставлять в кейс. Как бы и хорошо, что сенсор активный, и плохо, что так. Получается, нужно постоянно или куда-то его ложить, а если вы где-то на беге или еще где-то, вы хотите положить в карман, или ложить в кейс. Постоянно нужно носить с собой в кейс. Ну, на этом, в принципе, все минусы заканчивают. Есть быстрая зарядка, но не путайте, быстрая зарядка бокса, кейса, а не наушников. В FromFactory наушников очень-очень классный. Можно долго слушать музыку, ухо не устает. Они очень маленькие, они очень легкие, и в ухе смотрятся очень красиво. И у них пассивная шумоизоляция, ничем не хуже активной шумоизоляции. В принципе, если вы засовываете в ухо, проворачиваете наушник, чтобы он у вас четко сел, это очень важно, то в пассивной шумоизоляции вы уже ничего не слышите. Ну, а теперь, пока у вас еще нет этих наушников, и вы их не купили по моей ссылочке, давайте представим, как работает пассивная шумка. Пассивная шумка сактивно переносит меня в другой мир. И пока я не включу музыку, я чувствую некое давление на уши, когда включена шумоизоляция. То есть, что-то как бы так, но что-то как бы не так. И мне, в принципе, очень плохо слышно человека при включенной шумоизоляции, когда он, при включенном шумодаве, когда он стоит рядом и что-то говорит. Проверка громкости. Илюх, ты меня слышишь? Илюх, ты меня слышишь? Нет. А так точно не слышишь? Звук где-то здесь идет. Вообще не слышишь? Что? Ну, это с шумодавом. Я точно никого не чую. Но когда я включаю музыку, то хавайтесь. При пассивной шумке вы уже ничего не будете слышать, даже на уровне громкости 30% с активным шумодавом. Ну и вообще, при активном шумодаве и включенной музыке больше 30%, сбивайте меня машины, фуры и самолеты. И да, при активной шумодавке качество высоких частот значительно лучше. Прям вообще сказочно. Басы прям огонь чувствуются. Да и низкие частоты тоже бодренько звучат. При отключенном шумодаве прямо уж и не хочется слушать музыку. То есть, один раз включив шумодав и послушав, как звучит музыка при активном шумодаве, это нечто, ребята. Это переносит вас просто в другой мир. Вы сами по себе, у вас очень круто все звучит в ушах, но слушать Пиловарова, там, Федерико Феллини, это просто бомба, пушка, петарда. За 50 долларов лучших наушников шумодавом таким классным просто не найти. Я реально пад. КВ-51 оборудованный 7-миллиметровым динамическим драйвером, поддерживает кодеки CBC и AAC. НКВ-51 хорошо справляется с различными жанрами музыки, а также при просмотре фильмов, задержке. Также советую подтянуть китайский, кстати, ребятки, это очень важно, так как тяжело понять, когда шумодав включен, а когда выключен. Объясняю. Когда вы включаете или выключаете шумодав, звучит женский голос и говорит что-то на китайском. Когда слово заканчивается на КАЙ, шумодав включен. Когда слово на ГУ-АН, шумодав выключен. КАЙ включен, ГУ-АН выключен. Ну или включаете музыку с басами и слушаете, если басы прям четкие и вы в необычном мире, шумодав работает. Если нет, то нет. Так что лучше выучите две фразы и будьте спокойны. Почему не сделать на английском такие мелкие косяки, как специально сделали, типа вот вам крутой звук, крутой шумодав, но так как все очень дешево, держите кучу косяков, чтобы не расслаблялись, господа. Смешно, правда. Система активного шумоподавления отлично дополняет наушники. Шум метро, она естественно вам не отсекает полностью и это не та система, которая при включении шумодаве просто отсечет все звуки и нет, такого не будет. При активном шумодаве выключенном музыке вы будете слышать все, что находится вокруг вас, но не очень четко. Эта система дополняет наушники, но включив эту систему, включив музыку, вы действительно вообще никогда в жизни ничего не будете слышать, пока их не высунули. Ну а если вы работаете из дома и ваш сосед где-то решил задолбить себе ремонт, то W51 на расстоянии естественно отсекут эти звуки. За работу ANC отвечает сразу по 3 микрофона в каждом наушнике. OPA заявляет, что система способна уменьшить внешний шум примерно на 35 дБ, правда нет режима Transparate Mode, который при активном ANC может пропускать голоса окружающих. Ну 50 долларов, господа. Отмечу и хорошее качество связи при использовании NKW51 в качестве гарнитуры. Слышно отлично и вас, и вашего собеседника. Система шумоподавления помогает убирать внешние звуки при передаче голоса. Примеры на ваши ушки прямо сейчас. Так, проверяем запись по Bluetooth, насколько хорошо записывает. Помещение, кстати, мебели здесь нет, холодильник и полочка. Все. Такое пустое помещение, стенки где-то 2,5 метра. Качество микрофона можете слышать. Включил кран с напором, отошел чуть-чуть. Если слушать музыку, звука этого слышно не будет. Сейчас мы работаем без шумоподавления. Без шумоподавления звук, в принципе, не меняется. Наушники посторонние звуки. Я сейчас включил, как в предыдущем видео, кран с напором. Я его слышал, слышал, но вы, по идее, его, наверное, тоже должны слышать, потому что шум не подавляется. Вот. Качество звука микрофона хорошего. Выключил кран и сейчас вы сможете услышать точнее с шумоподавлением кран, как работает и без шумоподавления. Плюсы. Качественный звук, хорошее шумоподавление, беспроводная зарядка, влагозащита, комфортная посетка. Минусы. Очень-очень сырое ПО. Из-за этого взять трубку можно двойным тапом, скинуть вызов. Нет. Для этого нужно сначала взять трубку, потом скидываете вызов. Сыро, ужасно, глупо. Назначать на уши можно только три функции. Google Ассистент, шумодав. И одну из трех функций. Или трек вперед, или трек назад, или пауза. Опять же, неудобно, сыро, ужасно, про это я уже говорил. Еще раз повторюсь, это все из-за сырого ПО. В остальном, все, я их очень даже рекомендую. Эти все сценарии можно настроить под себя, наушники достойные. Вывод. Oppo NKW51 просто достойный представитель среднебюджетного сегмента TVS наушников, который не против составить конкуренцию и более дорогим моделям. Устройство предлагает качественное звучание, хорошую систему активного шумоподавления. Не обошлось без недочетов в виде сырового ПО, но в целом это хороший вариант в ценовом диапазоне до 100 долларов. Хотя сейчас по ссылке под этим видео их можно купить всего за 50. Здоровья, господа! На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не болейте, главное, не тупейте еще главнее. Всем здоровьечко, па-па! Субтитры создавал DimaTorzok